Строго говоря, это тоже проблема, связанная с проблемой роста. Потому что, когда молодая компания, там полномочий уменьшив очень мало, ответственности очень много, и она как бы размытая такая ответственность. Это тоже несоответствие есть, но в маленькой компании, за счет того, что централизация полномочий в первую очередь у первого лица, и компания небольшая, и эти коммуникации учитывают достаточно легко, первое лицо может каждый день встречаться со своими подчиненными, это не вызывает там большой проблемы. Как только компания начинает расти, и это уже масштабные компании, это много решений, то возникает следующая ситуация. Во-первых, с ростом компании меняются зоны ответственности и обязанности менеджеров. Это раз. При этом, соответственно, должны меняться и полномочия. Если полномочия по-прежнему остаются у первого лица, а зона ответственности передается меньше, даже первого уровня, происходит не делегирование полномочий, а происходит делегирование ответственности. То есть человек принимает решение, а делать и отвечать за него будет кто-то другой. Это по определению не работает. Для того, чтобы за что-то отвечать, у тебя должно быть право осуществлять корректирующие действия. То есть у тебя должны быть полномочия на то, чтобы эти корректирующие действия осуществлять. В этом проявляется первый уровень несоответствия ответственности и полномочий. Другими словами, структура ответственности и структура полномочий должны быть согласованы и выровнены. То есть если у тебя меняется ответственность, у тебя должны измениться полномочия. Таким образом, чтобы ты мог принять на себя ответственность и вести себя ответственно по отношению к тем обязанностям, которые на тебя возложены. Ты можешь это делать только в том случае, если ты можешь управлять этим процессом, то есть у тебя есть достаточно полномочий для того, чтобы принимать решения по изменению в этих процессах. Если это сделано, если у человека есть возможность выполнить свою долю ответственности соответствующими полномочиями, тогда все будет работать. Если у него ответственность есть, а возможности корректировать нет, то, в общем, эта ответственность чисто формальная и номинальная, и он сделать это не может. Это часто появляется в том, что есть такая шутка о том, что менеджеры пересаживают обезьянку своего плеча на плечо руководителя. Когда они приходят и говорят, как надо это сделать, как нужно это сделать. Часто такая модель поведения связана не только с незнаниями менеджера, недостаточной компетенцией, сколько из-за того, что у них нет никаких полномочий для изменения, поэтому они за каждым решением вынуждены найти крик у водителя. Поэтому они сами это не могут сделать, поэтому передача этой ответственности, она, в общем, ничего не решает. Ответственность остается у того человека, у которого реально есть полномочия на изменения. У человека, у которого нет таких полномочий, и ответственность чисто условная. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok